5G — новый стандарт мобильной связи, который только-только стал доступен обычным пользователям. И про него уже стали придумывать мифы и даже устраивать митинги против его внедрения в отдельных странах. На самом ли деле он убивает птицы и заменит ли 4G? Давайте разбираться. Миф номер один. 5G сделает оптоволоконный интернет ненужным. В крупных городах России и мира интернет уже несколько лет приходит домой по так называемой оптике. Это обеспечивает неплохие скорости интернета, достигающие пару сотен мегабит в секунду, а также достаточно низкие задержки до ближайших серверов, которые могут составлять всего 1 миллисекунду. Теперь вспомним, что же теоретически должен обеспечивать 5G? Скорости до 1-2 гигабит в секунду, а 5G задержку всего 1 миллисекунду. Откуда следует простой вывод? Зачем нам тогда оптика? Однако нужно понимать, что маркетологи не дремлют. Как минимум стоит учитывать то, что скорость отдачи по 5G на данный момент редко превышает 50-70 мегабит в секунду, поэтому ее на скриншотах спид-тест стараются не показывать. При этом домашняя оптика обеспечивает одинаковые скорости как приема, так и отдачи. Если у вас в тарифе прописаны 300 мегабит в секунду, то вы сможете с такой же скоростью как загружать данные, так и заливать файлы в интернет, конечно, если сервер позволяет. Разумеется, кто-то может сказать, что 50 мегабит в секунду на отдачу это много. Для LTE и видео в 1080p это действительно так. Но вот все смартфоны, умеющие работать с 5G, умеют снимать видео в 4К 60 фпс, и здесь такой скорости уже маловато. Минута видео с таким качеством может весить под полгигабайта, и грузиться в облако оно будет полминуты. А если ролик 10-минутный, да и сигнал не максимальный, вы будете лить его минут 20, и при том, что другой человек по 5G со скоростью в 1 гигабит в секунду скачает его всего лишь за минуту. А с учетом того, что уже сейчас можно подключить тарифы, где по оптике вы получите тот же 1 гигабит в секунду в обе стороны, очевидно, 5G дома будет использоваться только в том случае, если это частный сектор и тянуть оптику достаточно дорого. Переходим ко второму мифу. В России не будет 5G, так как нужные частоты у военных. И действительно, в РФ диапазон 3,4-3,8 ГГц используют силовые структуры, однако стоит понимать, что это далеко не единственные возможные частоты. К примеру, оператор Теле2 запустил в Москве пилотную зону на 28 ГГц, МТС 28,4-8,5 ГГц, Билайн также на 4,8-5 ГГц, а Мегафон на 28. Так что, как видите, уже сейчас можно использовать 5G в столице России. Но почему тогда идет такой хайп? Все просто. Диапазон 3,4-3,8 ГГц считается основным для 5G в Европе, как и Band 7 для 4G. Его гарантированно поддерживают все выпущенные на данный момент смартфоны с новым стандартом связи и с высокой долей вероятности будут поддерживать все будущие гаджеты. Что касается диапазонов 4,8-5 ГГц, то он, во-первых, имеет худшую проницаемость. Чем выше частота, тем быстрее сигнал затухает. Вспомните про 2,4-5 ГГц Wi-Fi, про который мы рассказывали в одном из наших роликов. Поэтому вышек понадобится больше, а скорость на первых парах будет ниже. Во-вторых, эти частоты в основном будет использовать Китай и Япония, то есть оборудования для работы с ними будет много, и тот же Huawei уже поставляет его в Россию для создания пилотных зон. Но вот большая часть гаджетов, которые продаются у нас официально, по сути европейцы, и они могут не иметь первое время поддержки 4,8-5 ГГц. Так было с LTE, когда первые несколько лет гаджеты для разных стран поддерживали разные частоты. Ну и в-третьих, что касается диапазона 28 ГГц, то он вообще в ближайшие годы не будет массовым. С одной стороны, он может обеспечить скоростью в десяток гигабит в секунду, что, конечно, круто. С другой, эта частота настолько высока, что вы можете серьезно снизить сигнал, просто прикрыв телефон рукой, и рассчитывать на дальность работы от вышки больше, чем в сотню метров не приходится. Поэтому такой диапазон будет использоваться только в местах массового скопления людей, например, на концертах или матчах. Что можно сказать в итоге? 5G в России уже есть и развивается. Да, отсутствие доступа к основному диапазону частот снизит скорость его распространения, но все еще велик шанс, что крупные города через 3-4 года обзаведутся стабильным покрытием, хотя бы в центрах. Третий миф. 5G не нужен. LTE более чем хватает смартфону. И действительно, когда видишь скорости в 1,5 Гбит в секунду на экране реального телефона в реальной сети, возникает вопрос, для чего это все? Страницы по 4G загружаются так же быстро, как и по Wi-Fi или 5G, а на YouTube можно смотреть ролики в Full HD даже в 3G. Обновления приложений по LTE скачиваются за считанные минуты, но маркетологи убеждают нас, что по 5G мы скачаем двухчасовой фильм в Full HD за пару минут. Здорово, но кто на самом деле будет всем этим заниматься постоянно? Здесь на глаза пример неграмотного маркетинга. Вся суть 5G не в скорости, а в стабильности. Думаю, многие замечали на концертах или матчах, что шкала сигнала 4G полная, а загрузить фото в Instagram не получается. Все правильно, емкость сети четвертого поколения не очень велика, и если на улице это не проблема, то в местах массового скопления людей просадки скорости вполне ощутимы. И 5G должен эту проблему решить. Она поддерживает подключение аж одного миллиона устройств на квадратный километр. К тому же, следует понимать, что цифры в пару гигабит в секунду сферические, в вакууме. Сколько нам обещали по LTE? 500 мегабит в секунду, 700? А на деле мы получаем 20 или 50, а если очень повезет, то и сотню. Причины этому понятны. Реальная жизнь серьезно отличается от лабораторных условий. Тут и устройств больше, и препятствия сигналу на пути к вышке есть. Поэтому на деле, когда 5G устройств действительно станет много, вместо одного-двух гигабит в секунду вы получите 100-200 мегабит в секунду. Зато стабильные везде, где есть покрытие, даже если это 100-тысячный стадион. Второй немаловажный момент это пинг. Запустите прямо сейчас спидтест по LTE и посмотрите на задержку. Если вам повезет, она будет 20-30 миллисекунд. В худших случаях дойдет до 50 или 70. Разумеется, для серфинга в интернете, просмотра фильмов и даже видеочата это не важно. Но с учетом того, что мобильные онлайн-игры, а также сервисы стриминга игр становятся все популярнее, вопрос о задержке стоит все острее. Действительно, если дома по оптике вы получите пинг до какого-нибудь европейского сервера в 50 миллисекунд, что абсолютно играбельно, то на улице по LTE он может подскочить уже вдвое, что может сделать игровой процесс менее приятным. И 5G эту проблему полностью решает. Задержка по нему до ближайшего сервера не превысит 1-2 миллисекунды, что сравнимо с оптикой. Так что если вы дома с комфортом играете в игры благодаря Google Stadia, то легко сможете это делать на улице, если там ловят 5G. Миф номер четыре. 5G не выйдет за пределы городов. Действительно, новый стандарт связи нужен скорее пользователям безлимитных тарифов, живущих в крупных городах. Да и радиус работы выше к 5G ощутимо ниже, чем у LTE и тем более 3G, поэтому операторам просто невыгодно тянуть оптику и ставить много дорогого оборудования в небольшом поселке с пару сотен или даже тысяч жителей. Ну и в конце концов смартфоны с 5G стоят дорого. Не каждому жителю регионов они по карману. Но тут есть один важный фактор. Это время. Например, то же самое говорили и про LTE. Дескать, в регионах и 3G хватит. Что же мы видим на самом деле? За шесть лет активного развития 4G он пришел даже в относительно небольшие села далеких регионов и все больше распространяется. Кстати, напишите в комментариях, везде ли у вас в городе или поселке ловят 4G? А смартфоны с поддержкой LTE сейчас стоят копейки. Их зачастую можно найти за 5-6 тысяч рублей, что опять же по карману многим. Так что да, 5G изначально будет развиваться в крупнейших городах. В России это Москва и Санкт-Петербург. Но стоимость оборудования для него будет неуклонно падать, как и стоимость смартфонов с его поддержкой. Так что через некоторое время будут появляться первые 5G-сети в городах-миллионниках. Потом они дойдут до региональных центров. И вполне может быть, что лет через 10 в поселке за сотню километров до ближайшего крупного города вы сможете наслаждаться 4К-видео по 5G. Пятый миф. 5G будет есть батарейку сильнее, чем LTE. Собственно, это не совсем миф. На первых парах это скорее суровая правда. Пока не будет сплошного покрытия 5G, смартфон будет постоянно переключаться между ним и 4G, тем самым достаточно сильно тратя заряд. К тому же, если нет сплошного покрытия, уровень сигнала 5G также не будет высоким, что аккумулятору едва ли понравится. Ну и к тому же сейчас модем для 5G это отдельная микросхема. Ничего не напоминает? Все было ровно так же и с LTE. Постоянные переключения в 3G, отдельные модемы и как итог быстрая разрядка батареи. И лишь в последние года 3-4 в крупных городах появилось близкое к сплошному покрытие 4G, а модем переполз в однокристальную систему, после чего время автономной работы пришло в норму и стало превышать время работы в сетях 3G. То же самое нас ждет и с 5G. Пройдет несколько лет, и пользователи начнут замечать, что заряд батареи с ним тратится меньше, чем с 4G. Почему? Во-первых, выше скорости, то есть данные скачиваются быстрее и меньше тратится заряд. Во-вторых, вышки 5G будут ближе, а значит потребуется меньшая мощность сигнала, чтобы опять же увеличить время автономной работы. Шестой миф. 5G убивает птиц и опасен для людей. Думаю, многие видели новости, дескать в Нидерландах 5G поубивал скворцов в парках. Что же он тогда сделает с людьми? Действительно, около года назад в гаакских парках массово гибли птицы. Всего умерло порядка трех сотен. Зоологи тогда не смогли установить причину, а вот конспирологи в интернете – да. Они во всем обвинили тестовые запуски 5G. Их действительно проводили в гааге. Но сюрприз – за полгода до птичьей эпидемии и всего несколько дней. Очевидно, что на пернатых повлиять они не могли. Ну а что насчет реального вреда от 5G? Он ровно такой же, как и от 2G, 3G, LTE или Wi-Fi. Излучение не превышает нормы SAR. Мы живем в окружении этих сетей последние два десятилетия, и ученые так и не смогли доказать, что они вредны. Так что с 5G все то же самое. Доказательств вреда нет, что не мешает особо продвинутым устраивать целые митинги за запрет нового типа связи в своей стране. А мы едем дальше. Миф номер семь. Если сделают 5G, то соответственно убьют 4G и 3G. Идея понятна. Раз есть новый стандарт связи, зачем развивать старые? Ответ на этот вопрос прост. Как минимум, потому что покрытие LTE далеко от идеального в отдаленных от крупных городов. Да и значок 3G даже в Европе с небольшой плотностью населения временами сменяется на EDGE. Покрыть всю Евразию 5G проект, конечно, великолепный. Ну а на деле операторы будут как ставить новые вышки 5G, так и латать дыры с покрытием LTE и 3G, чтобы охватить как можно большее число пользователей. Поэтому никто не прекратит развитие этих сетей. Скорее наоборот, их пользователям станет только лучше. Кому в основном нужен 5G? Пользователям с безлимитными тарифами, постоянно что-то качающими или раздающими интернет на свои устройства. Сейчас они работают в сетях LTE и после появления 5G перейдут на последние, тем самым разгрузив сети четвертого поколения и увеличив среднюю скорость в них. К тому же следует помнить, что 5G работает на куда более высоких частотах, чем LTE или 3G, так что с проницаемостью сигнала там все куда хуже, из-за чего в домах новой связи может и не быть, и вся надежда будет на более старые стандарты. Конечно, со временем вышки 3G или даже LTE будут демонтировать, как это сейчас происходит с древним 2G, но ждать этого в ближайшие 5-7 лет точно не стоит. Заключительный, восьмой миф. Флагман 2019 года без 5G это не флагман. OnePlus 7, iPhone 11 и некоторые другие топовые смартфоны этого года вышли без поддержки 5G, за что словили свою долю критики, дескать, флагман должен быть нафарширован технологиями под завязку. С одной стороны, это логично, экономить надо на среднячках, с другой стороны, отсутствие 5G в ближайшее время точно не будет минусом. Почему? Во-первых, как мы уже вам рассказали, в ближайшие несколько лет ждать терпимого покрытия 5G даже в Москве не стоит, а постоянное переключение между ним и 4G больно ударит по аккумулятору. Во-вторых, первое поколение модемов 5G достаточно сырое. Конечно, их несколько лет испытывали в лабораториях, только вот тесты на людях первых модемов с LTE быстро выявили их проблемы. Та же судьба ждет и 5G. Ну и в-третьих, сами сети 5G только-только начинают работать и жалоб хватает. Где-то смартфоны неохотно к ним подключаются, где-то не успевают переключиться на 4G, вы остаетесь без связи, где-то плохо проходят звонки. Нужны ли пользователям флагманов такие проблемы? А вот года через 3-4, по крайней мере в Европе и США, покрытие 5G будет сносным, да и детские болезни сетей и модемов будут решены. Поэтому не стоит гнаться сейчас за 5G, вы больше намучаетесь, чем получите реальную выгоду. Понравился ролик? Поставь лайк и не забудь посмотреть другие наши выпуски. Желаю вам стабильной связи. С вами был МК, не забудь подписаться. До скорых встреч!